mitsubishi space gear l400 или delica 2 и 5 т.д. 4 d56 снятие форсунок вот так выглядят форсунки в принципе снимать не так сложно топливо с нак ну аккумулятор снимаем чтобы доступа к трубкам лучше снимаем защитный кожух грэма отсоединяем проводку эту всю которая здесь идет снимаем и интеркулер снимаем шланги в сторону убираем турбины кулер снимаем трубки откручиваем от форсунок и блоком снимаем ключ рук туда просовываем и нижнюю трубку откручиваем и блоком вынимаем полностью не надо разбирать их на части целиком они снимаются отлично ничего не мешает вообще легко следующее действие снимаем обратку для этого откручиваем 4 гайки на форсунках снимаем обратку и отсоединяем от шланга чтобы она нам тут не мешалось дальше ключом на 22 головкой выкручиваем форсунки ну я вот разбирал два двигателя форсунки там вообще от открутились и руками выкрутил здесь ну вообще в идеале не так должны выниматься но здесь были пламегасительная шайба по распылителю она сифонила также сифонила шайба под корпусом форсунки но сюда не вы прерывались газом что там все это закоксовалась и не пыхал не пыхало не пыхало не пыхало на ужин на улицу ничего стал я откручивать воротком длинным вот таким вот то есть на всю выдвинутый вот так вот я это полметра примерно я еле-еле открутил головкой на 22 форсунки то есть они клинили от грязи и не выкручивались от того что из двигателя вышло то есть я раскачивал влево вправо влево вправо и так потихоньку выкручивал лил в дешку сюда короче я думаю что резьбу вырван нафиг из головки потяну алюминий чего я боялся но все нормально с алюминием короче это тяжело шло это полегче третье нормально выкрутилась как все открутил ее руками выкрутил тут не сифонил а вот с 4 вообще долго мучился во-первых тут места мало никак ход воротка буквально вот даже четверти оборота нету вот стоя вообще помучился я думал сломаю резьбу точно разорву на головке думал но ничего разобралась посмотрела несколько видео как внутри лежит шайба вот такая вот маленькая вот такая вот значит как ее достать ее достать я посмотрел видосу берем болт на 8 и просто вкручиваем в отверстие шайбы вынимается то есть ничего ковырять там не надо ни пинцетом ничем то есть достаточно не отверткой достаточно так вытащить что касаемо вот этих шайб которые стоят вот здесь вот вот сюда она одевается вот маленькая здесь пламя гасит а это вот здесь стоит вот эту очень тяжело было выковырить я замучился я смотрел видео с того ковш они вот так вот типа что-то затачивали трубку вставляли туда и били я пробовал так шайбу разминает но ничего это я не смог так сделать вот что я шайбу то что я шайбу превратил вот такой вот так я ее вот достал достал только каким способом пока я не забил отвертку то есть я пытался и рубить вот так вот ни фига вот вот так я отковырял кусок видите сколько вот ну это плохо отжиматься от алюминия там отпечатки остаются отвертки то есть я старался не отжиматься а вот так вот как бы засовывал и ну не получалось пока я не забил отвертку между ну отверстием и вот так вот и шайбой забил отвертку согнул ее и только тогда вот она согнута в этом месте и только тогда когда ее прогнул я смог ее подковырнуть то есть не очень сильно приливает я уже думал что в башку всю за хуячи там а это вот маленькая вот она видите вот болды закручиваешь она оттуда вырывается четвертый цилиндр очень неудобно он расположен видите как вот грубо вот первый цилиндр над вторым уже надвисает вот эта полка дворников 3 это еще ладно и ты глазом туда не видишь то есть я телефоном туда светил камерой и через камеру теле ну через телефон экран и смотрел чего я делаю потому что ничего там не видно короче стой крайне я проковырялся часа два ну и с переменным успехом я заливал в дышкой стучал сидел курил бамбук ну короче в итоге кое-как я ее достал посмотрел там тоже видео как свечки выкручивают и отсюда дуют воздухом чтобы выдуть оттуда говно это все а то что навалилась туда там фор камера стоит и то есть дуем через свечку и выдувается сюда на улицу как бы как бы так за задумано запланированная била люди так делают но я что еще сделал я отпустил все клапана за чтобы они закрылись чтобы если дуть буду между клапанов не попала сейчас я клапана вернул в исходное состояние и хочу двигателем покрутить и выбить отсюда то что там есть что-то в глушак улетит что-то должно сюда улететь ушак тоже такая сомнительная процедура там же турбина стоит чтоб там никуда в кратчатку не попала не хотелось бы турбина у меня запасной нету двигатель вот такого состояния чистенький беленький но я посмотрел кулачки ок кулачок вот здесь вот на распредвале он есть в раковинах дырочках но у митсубиси это частная процедура что распредвалы у них говняные они ну не такие скажем металлы из уебищного сделаны и там дырочки такие появляются в распредвале и ролик вот это надо смотреть но здесь ролик хороший принципе они все гладкие без раковин это не тоже бывает с раковинами вот здесь бывает износ тоже на пятачках который на клапан нажимают то есть тут нюансов как бы многовато надо обращать внимание на многие нюансы и также у них бывает распредвал круглым становится такая фигня у них тоже происходит спредвал просто реально изнашивается становится круглым и ты не понимаешь почему машина не едет они это она потому что распредвал круглый у меня на прошлой машине такое было я заказывал эти рокерат потому что у них тоже раковины были на колесиках на этих которые по распредвалу катятся на одном у меня был даже заклиненный колесико есть стерпен наполовину то есть несколько не крутилась низко а именно скольжение было ролик должен катиться по распредвалу у меня было уже все заклинившие терла по распредвалу здесь распредвал еще живой на первом цилиндре немножко есть такие точечки на кулачке на самом подъема это конечно не идеально но все работать будет остальные кулачки вроде все хорошие так что с этими форсами проблемки серьезненькие я такого в ю тубе не видел ну и так же вот и купил эти шайбы вот эти шайбы по 50 рублей и на обратку с дирком она тоже по 50 рублей а вот эти маленькие по 25 рублей они не плоские они круглые понимаете они неровные они специальные ними специальную форму сейчас я еще пока не знаю какой стороной кидать туда выпуклостью куда вверх или выпуклостью вниз но у них одна сторона вот такая видите вот даже если я вот этим я подобрал какие-то хотя толщина мне неизвестно что-то определенная толщина должна быть иначе не будет прижима по этой и по этой так но номеру номер вот такой вот это вот эти вот это номер каких-то или которые алюминиевые или которые маленькие то ли обратка то ли вот эти мелкие по моему это номер обратки так что все это сложно вот видите как шикала все черное и вот только одна единственная третье вот она не шикала вот тут шайбы держали я еще думаю почему у меня форсунка открутилась на меньше затянулась больше я думал что конечно резьбу порвал но я думаю что просто они были ослаблены поэтому такая хрень на вот ведь вот ведь он какая она вся была в такой дряни как песок 4 вообще же есть тоже первый раз такое в ю тубе я ничего подобного не видел что кто-то мучился с форсунками типа все руками вытаскивается без вопрос вас здесь чуть ли не ногами пришлось полез сюда потому что думаю что форсунки херовый потому что машина дымила чернила и когда самая херовая что когда заводишь оно было как будто форсы подвисают и дым сизы был при запуске то есть форсы чего-то там лили творили непонятно что как будто машина заводится без свечей хотя все свечи исправные ну завтра буду собирать клапана регулировать будем посмотреть что будет в этот раз когда все соберу и посмотрим как она будет заводиться атака номина на горячую плюс 15 было 20 она заводилась все работает было вала там чуть-чуть подтраивала в холодную погоду она заводилась с одним цилиндром потом вторым потом третьим потом четвертым и такой дым был сизый сизый как бы что говорит либо форсы либо свечки другого варианта просто быть не может а а а и а и а и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...